МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Ольга Панова об основных событиях дня в информационной программе Республика. На заседании экономического совета Чувашии обсудили механизмы снижение рисков развития экономики Республики. В первом квартале 2013 года отмечено снижение индекса промышленного производства до 87%, ухудшение финансового положения предприятий, сокращение объемов строительства. Собственно, показатели пошли вниз еще в конце прошлого года. Чтобы исправить ситуацию, планируется сосредоточить усилия на стимулировании инноваций, повышении доступности банковских кредитов, сдерживании роста цен и других эффективных мерах. Подробнее об этом и других вопросах, которые обсуждались на экономическом совете в понедельник в программе Республика. 260 миллионов рублей – такова задолженность жителей Чебоксар перед ресурсоснабжающими организациями. Причем сумма растет. За первые месяцы 2013 года она увеличилась на 67 миллионов. Такие долги специалисты объясняют тем, что управляющие компании не перечисляют деньги, полученные от жильцов. Управляющие компании города должны за тепло, воду и электроэнергию. Коммунальные технологии не получили 800 миллионов рублей. Водоканал – 72. Энергосбытовая компания – 95 миллионов. В момент поступления денежных средств мы обязаны оплатить за потребленные энерготепловые ресурсы в течение одного дня. К сожалению, приходим к такой ситуации, что по окончании отопительного сезона имеем огромные недосборы, огромные долги. Долги есть у всех управляющих компаний. По данным финансового отдела управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города, в некоторых компаниях они только растут. Другие перечисляют не все средства, полученные от жильцов. По представленным отчетам самих же управляющих компаний, допустивших увеличение задолженности, не все собранные средства с населения за коммунальные услуги по отоплению и горячей водоснабжению перечислены в коммунальные технологии. Так, например, по ОНИДе за три месяца этого года, текущего года, собрано с населения за тепловую энергию 24 миллиона рублей, а площина 22 миллиона рублей. То есть недоперечисление коммунальным технологиям составляет порядка двух миллионов. Владимир Васильев, генеральный директор Водоканала, рассказал, что сейчас в судах находятся иски на пять управляющих компаний на сумму 8 миллионов рублей. У нас цепочка. Я потребил, отдал ресурсы, должен заплатить ЧВЭС бытовой компанией. То есть я им не плачу. Мне не заплатили, я коммунальные технологии мне дал и другое, и другое. За поставку реагента не могу отсчитаться, не могу выполнить капитальный ремонт, стопроцентным запланированный. А летний период – это основная масса работ, которые необходимо нужно выполнить, чтобы провести зимний период безаварийно. Александр Гончаров, исполнительный директор энергосбытовой компании, уточнил, что не платят именно управляющие компании. Товарищество собственников жилья – плательщики более аккуратные. Рост задолженности ТСЖ – 35,69%, управляющих компаний – 71,94%. Как вы все прекрасно знаете, во всех районах города – Ленинском, Калининском, Московском – живут наши граждане, которые работают на наших предприятиях. Они абсолютно все одинаковые, с одинаковым менталитетом. Но почему-то ТСЖ обеспечили в два раза меньший темп роста задолженности. Слово предоставили представителям управляющих компаний. Директор УК «Ниди» Сергей Зырянов утверждает, что долги возникают из-за того, что жильцы отказываются оплачивать услуги ненадлежащего качества. Например, горячая вода недостаточно горячая, а в домах холодно. Есть понимание проблемы, есть… Ну а средства вот эти, которые вы собрали с населением, куда делят? Я же повторяю, что, значит, старый жилой фонд требует постоянного уважения денег. Плюс возврат за отопление в феврале месяце снизил сбор. Если есть необходимость, то нужно проводить работу с жителями по увеличению стоимости сбора на текущий ремонт или на капитальный ремонт. Но вы за счет ресурсников не должны проводить капитальный ремонт в доме и текущий ремонт. Мы же понимаем, что на вашем примере такие управляющие компании, как вы, если будут использовать средства ресурсников на выполнение капитального ремонта, то это приведет к коллапсу. Руководитель управляющей компании «Текстильщик» рассказывает, что задолженность все же пытаются погасить. Для этого вплотную работают с жильцами. Почти половина сотрудников компании не получают премии. Алексей Ладыков призвал руководителей управляющих компаний аккуратно отнестись к погашению долгов. Ведь их рост может привести к тому, что горожане останутся без света, тепла и воды. Если кто-то не платит, сразу появляется мысль, что они либо хуже работают, либо злоупотребляют, заявил глава администрации. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня вопросы качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг обсуждают в Москве на заседании Государственного совета под председательством Владимира Путина. В работе заседания принимает участие глава Чувашия Михаил Игнатьев. К другим новостям. Уже в этом году в столице Республики должен появиться монумент в память о погибших в локальных конфликтах. Скромные плиты в Парке Победы, которые когда-то устанавливало Министерство внутренних дел, уже треснули. Кроме того, на них не попали порядка 20 фамилий погибших бойцов. Дело, которое, кажется, сдвинулось с мертвой точки, солдатские матери уже и не надеялись довести до конца. Сын Ангелина Тимофеева и Саша, боец 81-го мотострелкового полка, погиб в Грозном в январе 95-го. Посмертный 19-летний солдат получил орден мужества. Вот уже больше пяти лет солдатская мать вместе с подругами по несчастью добивается установки в Чебоксарах мемориального камня в честь павших. Каждый раз говорят, что вот Новый год подойдет, мы заложим бюджет и начнем вот это вот строительство. Это все отговорки. А я им каждый раз говорю, мы-то не отправляли у своих детей завоевывать эту Чечню. Забирало, как бы государство посылало, да. А теперь мы матери вот ходим уже какой год, это даже невозможно поверить, сколько мы нервов потратили, да. Сами должны все это вот, как бы поднимать везде вот этот вот вопрос, со всеми встречаться. Это стоит очень многих наших нервов, которых уже нету. В начале мая матери заручились поддержкой спикера госсовета Юрия Попова. А в городе был объявлен конкурс на лучший проект монумента. Мирное время, потерять сына, это хуже нету. Они герои, наши земляки. И мы не только должны, обязаны поставить им памятник. Поэтому глава республики меня просил взять под личный контроль. И это дело мы, наверное, совместно с нашими депутатами доведем до конца. Архитекторы, скульпторы и просто неравнодушные горожане подготовили около 10 эскизных вариантов памятника. Однако матери погибших солдат, ветераны Чеченской войны, пришли с собственным эскизом. Они подчеркивают, что не хотят никаких вычурных форм. Когда на День скорби матери приезжают с районов, например, каждая хочет увидеть хотя бы высеченную на камне имен своих детей. У нас по Чувашии есть два человека, два погибших героя России посмертно. Дети должны знать все это. Эту школу должны знать. Но здесь нету даже данных. У нас все это есть. Поэтому, соответственно, наш город должен знать наших наших боевых друзей. Потому что мы вместе с ними и воевали вместе с ними, и мы также их и хранили. И, соответственно, нам, думаю, и видней, и лучше нам и своей позиции, как он должен быть. Специалистам эскиз матерей показался простоватым и недостаточно символичным. Решено было взять двухнедельную паузу, чтобы архитекторы свои творческие амбиции смогли совместить с пожеланиями тех, у кого осталась только память о собственных детях. А между тем в республике начат сбор средств на монумент. На специальный счет уже поступили первые деньги. Обычно всегда у нас в Чувашии принято. На такие дела, средства находим методом НИМЕ. Поэтому я, наверное, лично буду обращаться и руководителям, и однопартийцам, чтобы мы собрали на эти цели нужную сумму. Елена Гальперина, Ольга Панова, Александр Петров, Республика. Летняя жара – повод ввести в республики наивысший класс пожароопасности. Разводить костры в лесах муниципалитетов будет категорически запрещено. Возможно, что в июне будут установлены ограничения на посещение за Волжья. В этот период любители шашлыков здесь не разгуляются. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Даже несмотря на полчища комаров и слепней, левый берег Волги, как магнит, манит к себе горожан. Но скоро разводить здесь костры будет запрещено. Уже сейчас делать шашлыки отдыхающим позволяют только в специально оборудованных местах. Там, где есть мангалы, столики и мусорные бачки. В районе Варламовки у нас есть специальные железные мангалы и железные столики. На полянках, не под полком леса, там разрешается именно на этих мангалах, в специально отведенных местах, разводить костры. Разводить костры сейчас можно и вдали от деревьев, но только в своем мангале. Нарушителям лесного кодекса отдых обойдется в копеечку. Штрафы до двух с половиной тысяч. Рейды полицейские лесники проводят часто. Нами уже составлены протоколы административных нарушений. На нашей территории на сегодняшний день составлено 17 административных протоколов. Там, конечно, не все по пожарной безопасности. Там есть другие нарушения лесного законодательства. Когда в республике установится постоянная жара, в лесах появятся аншлаги и шлагбаумы. Со спичками въезд сюда будет заказан. Сейчас власти Чувашии делают все, чтобы свести на нет лесные пожары. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Оперативный штаб по управлению контртеррористическими операциями в Чувашской республике продолжает масштабное учение в акватории Чебоксарского водохранилища. В учении задействована военная техника и авиация. 3 июня в районе Чебоксарского гидроузла пройдет очередной этап учения. А завершится оно 5 июня отработкой действий силовой группировки штаба в районе Амаксарских островов, вблизи поселка Шишкары Маргаушского района. Оперативный штаб обращается к населению с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности и не препятствовать деятельности правоохранительных органов и специальных служб. И воздержаться от посещения Амаксарских островов 5 июня. Чувашские борцы с наркотиками растопили печь марихуанной, опием и героином. Таким образом, госнаркоконтроль уничтожает зелье, попавшее в руки правосудия. Для того, чтобы отправить в топку наркотики, в управление службы собрали целую комиссию. Уничтожение травы сегодня контролировали эколог, медик и наша съемочная группа. Под усиленной охраной наркополицейских опечатанный груз доставляют к месту ликвидации. В пакетах, конвертах, коробках не только сами наркотические средства, но и предметы, с помощью которых их изготавливали и употребляли. В этот раз в огне сгорели вещественные доказательства по 30 приговорам, которые уже вступили в законную силу. По приемному желобу вредный груз поступает вот в эту печь. Температура горения в печи – 1000 градусов. За несколько минут в ней от наркотиков ничего не остается. Выделяющийся газ проходит очистку в циклоне и скрубере. Поэтому сжигание наркотиков в таких печах является технологически эффективным и экологически чистым способом уничтожения вещдоков. За 10 лет управлением уничтожено более 200 килограммов наркотиков. Из них гашиша более 8 килограмм, героина более 6 килограмм, маковые соломы более 100 килограммов. Более 90% героина на территорию Российской Федерации, в том числе на территории Чувашской Республики, идет из Афганистана. Синтетические наркотики в нашу республику поступают из таких больших городов, как Санкт-Петербург, Москва и так далее. Сейчас появляются все новые и новые виды наркотиков. Практически каждый день черные химики изготавливают новые формулы. В прошлом году таких веществ только на территории Чувашской Республики было обнаружено 19. И в этом году уже появляются новые и новые вещества, не включенные пока еще в список запрещенных на территории Российской Федерации. Федеральная служба не стоит на месте. Федеральная служба создана специальное подразделение по законотворческой инициативе. И в течение буквально двух недель новые вещества вносятся в список запрещенных. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня адвокаты Чувашии не представляли ничьи интересы в судах. Вместо строгих костюмов они надели спортивную форму. Свой профессиональный праздник члены адвокатских коллегий встретили на стадионе. Адвокаты из разных районов республики разыграли награды профессиональной спартакиады. Впервые эти соревнования провели в прошлом году. Но уже тогда их решили сделать традиционными. После личного легкоатлетического первенства в бой за медали вступили футболисты. Каждая команда отстаивала честь отдельного адвокатского образования. Таких в Чувашии насчитывается более 20. Для участников спартакиады была важна не победа, а сплоченность адвокатского сообщества на первом плане. Этими соревнованиями мы хотим показать, что фактически мы состоялись уже как корпорация. Как целая адвокатская корпорация, которая работает не только в деле защиты прав законных интересов граждан, но и может просто-напросто встретиться на поле, поиграть, побегать, попрыгать. Ну и по большому счету спортивные игры это сродни нашей профессии. Нужно столько же упорства, столько же настойчивости, сколько в нашей работе адвокатской. В первый день лета весь мир отметит Международный день защиты детей. А для детей из Чебоксарского детского дома праздник солнца, тепла и просто хорошего настроения начался немного раньше. Ресторан «Беркут» пригласил их к себе в гости. Мы сейчас с вами все вместе отправимся в волшебную структуру. Топали, хлопали, бизжали, кричали и свистели. И все это от хорошего настроения. Клоунесса Ириска не давала скучать и взрослым, и детям. Ребята в ресторане «Беркут» вместе с ней отправились в волшебное путешествие за приключениями в страну доброты. Здесь их ждал и волшебный паровоз, и мыльные пузыри, и песни, и танцы. Здесь вообще здорово, весело, вообще интересно, очень красиво. Клоун Ириска прикольная такая, веселая очень. Я поздравляю всех-всех детей на планете, что с Днем защитника детей, и чтобы они жили счастливо, весело, и чтобы удача всегда их последовала. Ну и какой же праздник без подарков. Каждый ребенок получил, кроме хорошего настроения, красочные книги из рук самой детской писательницы Ардем Гали и фирменные футболки от ресторана «Беркут». А городской таксомоторный парк, руководителем которого является Архипов Алексей Геннадьевич, предоставил автобусы для перевозки детей из детского дома. Мы впервые проводим такое масштабное мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Мы видим радостные лица детей, счастливые улыбки их. Мы видим, что им все понравилось, различные конкурсы, призы, подарки. И это нас подстегивает в дальнейшем проведение подобных мероприятий. Что такое доброта? И увидеть нельзя, и потрогать нельзя. Зато можно ее почувствовать, говорят педагоги Чебоксарского детского дома. Администрация Чебоксарского детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выражает огромную благодарность ресторану «Беркут», в частности, директору Гарри Повардановичу, а также сотрудники, я думаю, к нам присоединятся. Я думаю, что этот праздник в этом заведении оставит незакладимый свет в душе каждого нашего ребенка. Праздник получился не только задорным и ярким, но и очень вкусным и сладким. А на прощание дети нарисовали организаторам свою мечту. И пусть желания ребятишек хотя бы частично сбудутся. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. 1 июня поисковый отряд «Лиза Аллерц» организует поиски пропавших людей, девушки и молодого человека. Напомню, Ольга Таймасова пропала в пятницу 24 мая. Девушка 87-го года рождения. Ее рост примерно 170 сантиметров, волосы темно-русые, глаза голубые. В тот день Ольга была в черных брюках и голубой куртке. 1 июня в 13.00 около фонтана торгового центра «Мегамол» на ее поиски собираются добровольцы. Ответственная Марина. Телефон 8-919-661-8835. Также 28 мая в Чебоксарах пропал молодой человек. Антон Хорошев, 89-го года рождения. Вышел с работы и не вернулся. Его рост 186 сантиметров, волосы темно-русые, глаза карие, носит короткую бороду. Был одет в черную футболку и темно-синие джинсы. Кто располагает какой-либо информацией, могут звонить на бесплатный номер в колл-центр поискового отряда «Лиза Аллерт» 8 800 754 52 или в полицию 02. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Ольга Сапанова, с вами прощаюсь и удачных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова